сейчас посмотрим реакцию все полетели просачивались лучше не можем дождаться до бродского процитирую нотр-дам-де-пари и их моей тыковки прибавились еще вот такие вот помидоры черный барон записываю очередное видео и сегодня просто покажу опять же небольшой обзор потому что честно говоря показывает особое нечего потому что у меня какая-то однообразная рутинная работа на огороде хотел посвятить вот этой интересной фиолетовой картошке но она не уродилась у меня опять облом и не знаю даже что такого интересного показать и что у меня такого интересного есть в жизни чтобы она была достойна внимания ну а теперь давайте посмотрим что у меня тут происходит сегодня 6 сентября 2024 год и я сегодня буду целый день работать на огороде и у меня основная задача будет это копка фиолетовой картошки и уборка кабачков и прочей растительности которые уже свой цикл жизненный завершила я спустился с крыльца и вот теперь стою внизу и показываю огород снизу вот перед нами первая грядка и на ней уже как видно ничего не растет я отсюда выкопал всю картошку у меня здесь была белорусская картошка но я честно говорю я полностью репортаж о том как я ее выкапывал не показывал я сейчас покажу вам небольшой фрагмент который был у меня на бусте на платном канале и вы поймете почему я не показывал целиком работу на этой грядке там показывать то собственно было нечего картошка не уродилась ссори за то что камера дрожит все дело одной рукой штатив не хочу высаживать ольга вытаскивать смотрим болит вот так картошечка да вот одна укатилась вот показатель урожайности вот сколько картофеля с одного крупного куста для масштабности сейчас возьму самый крупный вот самый крупный картофель посреди с моей рукой это что потерпев неудачу с этой грядкой я сегодня собираюсь посмотреть что же у меня на этой грядке а здесь у меня уже другой сорт картофеля он называется очень просто фиолетовый и этот картофель фиолетовый полностью и снаружи и внутри и ботва у него тоже была фиолетовая но для того чтобы начать выкапывать этот картофель мне нужно прополоть сорняки здесь и местами очень большая крапива даже растет вот еще какие-то разные растения и гребни вот этих где я окучивал эту картошку практически не видно вот теперь мне надо сейчас все прополоть всю эту грядку уже собрался сейчас просто взять вырвать эту крапиву и выбросить ее в компост но потом подумал значит такая тут ядреная прям такая бодренькая и я подумал что он навяжу к я сейчас веников из этой крапивы на сушу и будет моим курочками витамины на зиму пока буду суда вешать а потом уже вечером на чердак отнесу а вот сколько веников для курочек я приготовил но с одной стороны это и хорошо как видно теперь у меня курочки на зиму обеспечены витаминами и сейчас я эти веники буду потихонечку переносить на чердак прополол я эту грядку ползал вчера целый день с перерывами и сегодня утром полчасика там уже добил просто отвлекался на другие дела поэтому так долго сейчас я хочу для своего удобства пройти вот эти между рядами скосить чтобы не было удобно и и копать эту картошку скосил траву между рядами и тем самым полностью подготовил свое рабочее место и можно приступать копки картофеля вот такая картошка хочу показать очень такой яркий заметный очевидный минус вот этой фиолетовой картошки сейчас я выкопаю очередной куст вот берем произвольный любой убираем эту сухую ботву и сейчас копнем его прям так сказать в прямом эфире вот я его копаю и вот смотрите замечаете да это картошка она еле видная вот кстати чего там еле видная она вон вся гнилая но даже которая просто червивая дело сейчас не в том какая она качеством а в том что ее не видно вон тоже кстати гнилая короче хотел показать одно а показываю другое ну вот она более-менее нормально но она лежит земле ее не видно как желтую допустим та сразу заметно я первый раз когда копал вот еще смотрите первый раз когда ее копал вот она полностью сливается с землей поэтому вот я считаю это таким хорошим минусом ну вот она лежит на земле ее фактически не видно вот тоже рядом лежат вот пять штук лежит и они полностью сливаются их очень трудно различать земле ну вот видите тоже блин какая-то погрызанная вся вся червивая но я ее положу в общую кучу чтобы потом провести анализ сколько вообще ее уродилась и какая она вот пока вот так вечер 7 сентября я выкопал последнюю картошку которая у меня была фиолетовую и показывал результат результат конечно из серии смех и грех потому что вот практически все что я выкопал с этой вот большой грядки и там еще дальше возле огурцов покажу там тоже будет но совсем немножко но и опять же я просто кидал сюда для того чтобы ну увидеть объем и самому и зрителям показать и посмотреть что же я выкопал то и вот посмотрите это фиолетовая картошка она вся вот практически повреждена она вся гнилая что не возьми все вот такое гнилое все поеденное проволочником видно дырки в общем она вся вот такая вот вот какие-то перфорации вот тоже то есть она вся буквально вся а которая вот более-менее вроде целая если она целая нет тоже вот тут гнилая но если попадается целая вот тоже выжратая прям ну вот какая-то более-менее то у нас смотрите какая-то деформированная какая-то горбатая с какими-то наростами и и неприятно в руки брать честно говоря а вот еще остатки у меня получилось вот с этих грядок два рядочка было даже полтора здесь была белорусская картошка и вот она получена этой грядки почему-то и вот она в основном здесь-то и она здесь очень мало фиолетовой картошки которые сейчас мы рассматривали ну тоже вот вот что это такое с какими-то повреждениями какая-то вся деформированной какой-то уродливой формы вот она белорусская картошка вот она принципе вот ну вот такая должна быть даже чуть побольше вот это нормальная картошка распределяю картошку здесь у меня будет более-менее хорошая условно хорошая конечно а здесь я вот гнилушку обрезки всякие больше с ней возни с этой картошкой конечно вот это вот нормальная но опять же что-то такое за форма такая еще половина потом дома окажется что она гнилая Бродского процитирую старый буфет извне так же как изнутри напоминает мне нотр-дам-де-пари вот такая картошка все идет в отбросы причуды природы не зря говорят в природу великий художник это ж надо такую абстракцию было создать вот еще одно чудо в перьях теперь наглядно покажу урожай фиолетовой картошки которая росла вот на этой второй моей картофельной грядки она как видно весьма немаленькая а вот результат вот картошка наполовину червивая и гнилая я ее заберу в подпол и здесь в лотке тоже наполовину червивая и гнилая и еще как-то можно будет повыбирать а вот картошка который уже никак не повыбираешь иду кормить цыплят из кормежка у них сегодня будет из перетертых кабачков посыпанная манной крупой и мясокосной мукой манная крупа у меня осталась от того времени когда она совсем маленькие были и там есть период у новорожденных когда их кормишь творогом посыпанным манной крупой и вот эта манка осталась теперь докармливаю сейчас посмотрим реакцию все полетели просачивались ну че не можем дождаться да не можем сейчас открою подождите один даже блядь на камеру запрыгнул кошмарят малый бизнес как будто бы голодные у них там полная полный бункер стоит так а ты куда там вылез один крендель там вылез так ладно все ставлю зацепился руку да шо ж вы такие нетерпеливые то подождите я кофтой зацепился за вашу калитку вот полный бункер у них пшеницы так нет здесь прыгают на эту миску как будто их недели не кормили вот такие у меня цыплята голодающие по волжье сколько не корми они все равно голодные растут поэтому так это у меня кто тут сюда идет нет нет сейчас драки будут это у меня тоже любимая курочка она очень ручная но ей туда нельзя иначе они будут драться все закрываю дверь а там эти лезут куры сейчас я вам принесу у вас там целый тазик тоже настрогал все несу взрослым курочкам теперь счастье великое ну что тоже голодающие да давай о да тут смотрю как будто тоже полгода не ели на диете сидели что надо так радоваться обычного кабачка вот ничего сколько мало надо в жизни бинтамочки мои этого года ленинский отряд взрослеют красивеют вон два петушка какие у меня красивые сейчас хочу показать изгои правда их изгоняют тот белый петушок но мы сейчас смотрим на их красоту немножко в тени они поэтому плохо видно потом как-нибудь покажу их на солнце и сюда у и все Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok